Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забывайте подписываться. Мне будет очень приятно, если ты сейчас нажмешь кнопку подписаться. Мне так нравится поляна, которая получилась сегодня. Вроде я особо, знаете, такой задумки не было, но по мне получилось очень интересно. И здесь у меня вот такой напиток. В общем, пицца здесь, мои любимые брокколи. В детстве я обожала роллтон пюре. Просто заливайте кипятком, и это нереально вкусно. Йогурт. Огромная пицца, вот такой вот кусочек. И давайте приступим. О чем я хотела с вами поговорить сегодня? Про моих соседей. Я когда сегодня утром шла за продуктами, в супермаркете наткнулась на девушку с тремя детьми. Она была русская. Прям видно было по ней это. Говорила с детьми тоже на русском языке. Трое детей. Погодки. Самая маленькая в коляске девочка. И два мальчика. Один из мальчиков на кассе решил взять сникерс. Одной рукой он взял сникерс, а второй такой маму так толкает и говорит, мам, можно я возьму сникерс? И она такая, нет, положи на место. Я такая думаю, вот сейчас концерт будет. Сейчас ребенок будет плакать. орать, визжать. Что нет, мама, купи. Нет, мама, я хочу. Но вы знаете, ничего подобного. Ребенок просто положил обратно этот сникерс и подошел к своей маме. Вот некоторые говорят, да дети все такие, да я бы не сказала. Дело в воспитании. Хоть у нее по годке три ребенка, они настолько были воспитаны, они не отходили от мамы ни на шаг. Пока она расплачивалась там на кассе, как я поняла, старший собирал все это в пакет. Дети маленькие, но настолько воспитанные. Мне просто хотелось к ней подойти и сказать женщинам. Расскажите секрет. Как воспитать таких детей? В общем, взяла она один из самых тяжелых пакетов. Несколько пакетов взяли дети. Ухоженные, одетые, разодетые. Вот это мать. Вчера я поругалась со своими соседями сверху. В инстаграме я вам рассказала, но здесь тоже расскажу. В общем, я лежу, и это не первый раз. Вот просто такое ощущение, как будто кто-то залазит на стол и прыгает со стола, а не со стула, со стола, со всей дури. Я поднялась наверх. Предъявить соседке все село. Потому что просто, ребят, было невозможно. У меня просто такое ощущение было, сейчас люстрок упадет мне на голову, сейчас там, не знаю, трещина будет. Я поднялась, увидела дома у этой девушки где-то 7 детей. И таких где-то, знаете, 9-8 лет. Дети вообще неуправляемые. Мы, например, ругаемся с моей соседкой. Один ребенок пытается влезть в этот разговор, то есть выйти в подъезд в этот момент. Я, конечно, пытаюсь понять и соседку тоже. Возможно, она не может управлять такими детьми. Но в то же время нужно понять и меня, человека, который живет снизу. Я ей объясняю, она мне говорит, будут у тебя дети, ты поймешь. Я говорю, давайте ради эксперимента спустимся вниз на этаж, ниже, посидим, попьем чай полчаса и просто послушаем на вот эти вот звуки. Я говорю, если вы хотите орать, пожалуйста, я вам разрешаю. Единственное, что мне не нравится, это когда ваши дети залазят на стол и прыгают со стола или со стула и в такой звук, бух, и у меня люстра вот так тынь, 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 тынь. Я сижу такая в страхе. Вроде как мы чуть не поругались с ней, я спустилась вниз, я ей сказала, еще пару раз мне придется сказать коменданту. Потом уже дальше я уже буду обращаться к участковому. Не знаю, кого винить. Ну, блин, каждый человек должен уметь объяснить своему ребенку, что плохо, что хорошо. никто не виноват, что вы, например, родили, например, пять детей, к примеру, да? Если вы родили, пожалуйста, воспитайте, объясните ребенку, что к чему. Потому что люди разные, кто-то, например, child free, ненавидит детей. Не все child free ненавидят, но в любом случае. То есть, этот человек не обязан слушать это все. Вроде как сегодня они более-менее успокоились. Но не знаю, надолго ли это. Когда к ним приходят гости, это начинается просто вечеринка там. Вечеринка у Дециладов. И вот здесь такой, знаете, контраст. Мне, наверное, легко рассуждать, потому что у меня нет детей и мне реально очень интересно, когда у меня появится ребенок. Я, конечно, понимаю, что сейчас в комментариях начнутся комменты, да что тебе сделали дети, да это, да то. возможно, вы подумали, что я ненавистница детей. Нет, я за правильное воспитание детей. кого-то из родителей обязательно дети должны бояться и уважать. Чье-то слово должно быть авторитетом. Все. Сейчас ребенок, например, сверху плачет. Я ничего против этого не имею. Плачет, я понимаю. Но просто не надо залазить на шкаф и со шкафа прыгать вниз. Единственное мое требование. Выбрала интересный комментарий. Привет, Айка. Очень нравятся твои рассуждения, да и вообще люблю твои видео. Стол всегда ломится и всегда что-то интересное. Спасибо большое, очень приятно. У меня такой вопрос. Что тебя больше всего раздражает в людях, в подругах и что точно тебя оттолкнет? Я вам отвечала на этот вопрос опять же в моем инстаграме. Но так как большинство наверное все-таки не подписаны или возможно подписаны. Мне не нравится вранье и прям явное вранье. Когда человек слишком много врет, это меня очень сильно раздражает. я не могу общаться с людьми, которые через каждое слово врут. У меня была одногруппница, точнее это был поток. И в общем эта девушка рассказывала всем, что ей ее парень уже подарил второй браслет и каткартер. Честно, у меня нету никакой зависти. То есть я очень рада за нее, если это на самом деле так. Но она рассказала про это. Прошел месяц, второй, третий, четвертый. Ни разу эти браслеты на ее руке я не видела. Потом как-то мы с девчонками начали подозревать, что скорее всего она все это придумывает нам, дабы показать, что за ней так ухаживают, дарят дорогие подарки. мне это пофиг. Я такой человек, если я поймаю вас, например, на вранье, я никогда не буду ничего доказывать, не знаю, объяснять, но у меня подруга принципиальная в этом плане и спустя где-то четыре месяца после ее рассказа она такая говорит ей, ну что, покажи фотографию хотя бы браслета. Я смотрю, ты его не носишь. И она такая, а я его не фотографировала. Могу дома сфотографировать и кинуть вам. Моя подруга такая спросила, а что ж ты его не носишь-то? Она такая, я боюсь, боюсь потерять. Только на важные мероприятия надеваю. А универ для меня это не важное мероприятие. И мы такие, окей, понятно. и в общем она сказала, что домой приду, сфотку и покажу. А у нас в WhatsApp был такой общий чат со всеми одногруппницами. Там и поток, и наши, но те, кто только по-русски говорят. Те, кто по-русски не знают, их не было. там. Ну, в общем, проходит 2-3 дня, опять нету фотографии. Она подумала, что все забыли про эту тему. Мы сразу уже начали в гугле искать фотографии этого браслета, и нам было интересно. Сейчас, наверное, скинет какую-то фотографию именно с интернета скачанную. Но нет, она была хитрее. Она сказала, мы сейчас, говорит, вот в городе живем, а этот браслет остался на даче. Вот когда поеду на дачу, тогда и покажу. И она уже начала замечать, что мы просто не верим ей. А потом больше никогда не открывала эту тему. говорила, что ее парень подарил ей сто одну розу, еще что-то. Очень дорогой какой-то парфюм, но мы ничего этого не видели. Но цветы завяли, не успела сфотографировать. Но браслет карте, мне кажется, если у тебя он есть, ты хотя бы раз в нем придешь в универ. или хотя бы у тебя будет одна фотография с ним. В общем, скорее всего, она просто придумывала это все. Также другие ситуации. Или, например, моя одноклассница в школе. В первом классе у нас были цветные раскладушки, телефоны и так далее. А у нее был не цветной телефон. И она всем доказывала, что у нее есть блютуз. Фонарики есть блютуз. Но ее как бы я не осуждаю. она училась в первом классе. У нас были эти телефоны, у нее не было. Она хотела доказать, что телефон такой же крутой. здесь вранье 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 благо. сочиняю, что тебе подарили браслет за пол миллиона рублей. Дабы вызвать зависть во всех других одноклассницах, у которых даже в мыслях нету, что когда-нибудь им подарят этот браслет. это конечно дело каждого, но мне не импонируют такие люди. в общем, я поела, наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь. Каждая ваша подписка для меня это мотиватор двигаться дальше, работать еще больше. Всех люблю. Пока.